Украина вернула из оккупированной части Харсонской области еще двух детей. С временно оккупированной части Харсонской области удалось эвакуировать еще двух детей. Они находятся в безопасности, им оказывают помощь, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на главу Харсонской ОВА Александра Прокудина, снова на свободной земле. Наконец эти слова смогли сказать еще двое детей, говорится в заявлении, отмечается, что девочек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Прокудин отметил, что их семьи сотрудничали с САВИ Юкраин, благодаря чему смогли выехать с временно оккупированной части Харсонской области, сейчас и дети, и взрослые в безопасности, им оказывают необходимую помощь, добавил глава области, Россия вывозит украинских детей. Отметим, что именно по депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой Беловой, ранее уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. В январе 2024 города Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила важную резолюцию, касающуюся украинских детей. Она призывает признать депортацию украинских детей по России геноцидом украинского народа. Недавно стало известно, что Канада и Украина запустили работу Международной коалиции по возвращению украинских детей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.